Боже мой, кто это идет? Здравствуйте! Ребят, здорово всем, у нас заспанные рожи такие. Вот, едем на тренировочку, не поверите, на тренировочку. И как пацаны говорят, такие соседи сидящие, на тренировочку. Вот, и утренняя тренировка, одни сплошные плюсы. Каждый раз еле отрываю себя от кровати. Работа с Леней. Да, просто прикол в том, что нам с Диманом удобно ходить с утра. Вот. Но есть один большой минус для меня, что я утром не могу рано вставать. У меня вот жесть. Хотя потом, конечно, весь день впереди, и ты такой бодрый и так далее. Хотя бывает, что после тренировки у тебя бывает, что после тренировки утренней у тебя единственное желание поехать спать. Не бывает такое? Ну, бывает. Мама, я в Москве. Короче, на самом деле, вечерняя Москва, летняя, это вообще очень крутая тема. Здесь дофига всяких шариков, хуяриков, каких-то там, не знаю, женщин красивых, не очень красивых. Вот. Вот зимой так не погуляешь, да? Зимой там все щемятся куда-то. А летом вообще прям прикол. Это, это прикол. Да, мне нравятся эти огоньки, груши какие-то. Где еще вы найдете груши? Где? Где еще вы найдете груши? Где еще вы найдете груши? Летом груши. Там какая-то, блядь, неужели она уже не стоит? Короче, там какая-то прям, а, вон она, космическая рыжая девушка стоит. Тебе какая прям супер космическая. Ну ты само лицо. Давай тоже выйду, что ли? Конечно, прям подойдешь вот так вот снимешь. Ну я вон там встану. Мы тебя на ютуб выложим. Вон через стекло снимешь. Сам факт, что, вот как тут ехать на тренировку, если по утрам такие женщины стоят, наверное. Настану. А камера ее не достает. Ну что? Ну что? Ты ее не трогал? Я ее не трогаю. Ну ладно, не будем говорить. Над коллегой, скажем так. Вот. Да, обычная девушка. Нет. Самое интересное, что видно было, что она крупная. Ну такая. Как сказать? Я широкая кость. Вот. Но она прям высокая и такая прям здоровая. Ну то есть она не жирная, а просто здоровая. Бля. Да. Вот. И что я хотел сказать. Ну вот так вот. Едем по дороге на тренировку. Раз. Какие-то девчонки. Но все равно я звонить не буду. Да? Хотя может и позвоню. Но что же рыжего? Даже просто ребят, вот как бы если вы с кем-то встречаетесь там в отношениях, ну как бы выходите поболтать. Ну чтобы как-то навык не утерять во-первых, да. Во-вторых, чтобы у вас было вот это понимание, что как-то страх подхода нет, да. И соответственно если ваша женщина будет вас чем-то не устраивать, вы можете найти себе другую. И вот это вот ощущение свободы, ну и независимости от страха, оно вот дает вот эту вот позицию сверху. Соответственно, ну вы будете в отношениях себя вести под там специфическим образом, скажем так. Володя, вопрос. И девушка будет, ваша девушка чувствует, что ей тоже надо вкладываться, потому что если она не будет вкладываться в ваши отношения, я не имею в виду деньгами, а именно вот там психологически, то вы от нее уйдете. Какой вопрос? Какой у вас вопрос, Дмитрий? Да, да. А у тебя больше подхода? У меня? Скорее нет, чем да. То есть у меня бывает очень редко, когда какая-то такая ситуация, знаешь там ну типа какой-нибудь там сет там может быть с парнями, с бабушками, с дедушками или там какая-нибудь не очень удобная обстановка, там какой-нибудь может быть рестик там дорогой или что-то. То есть у меня бывает ну небольшое волнение, но я его четко ощущаю как волнение, да, и соответственно это бывает редко. То есть можно сказать, что в последнее время практически нет. А вот был, а вот когда только начинал свою карьеру Ну Дима, ну мы же об этом говорили, блядь. Не помню. Когда еще подставных девок еще не было, да? Ни одной. Ни одной. Только ни одной не было. Сейчас они подставные. Не, ну было конечно чувак, то есть это к чему сейчас вопрос? Не, просто потому что... Я хочу сказать, что вот в книжке написано в том числе и про мою социофобию, потому что бывшую, слава Богу. Вот. Потому что некоторые умные личности в комментариях пишут, например, там, как ты работал в продажах, если у тебя была социофобия. Ребят, для вас любая проблема вот для многих из вас, да, является, блядь, смертельной и какой-то неразрешимой. Ну, как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Как ты работал в продажах? Ну, как бы. Я чувствую, что... Я и так, кстати, заметил, что теперь большинство из тех, кто смотрит и комментирует видео, у каждого второго теперь социофобия. То есть, как, пока я об этом не сказал, они жили и не знали об этом. Ну... А он такой, ёб твою мать, у меня социофобия. Точно. Поэтому я не буду ни работать, ни подходить девушкам, ни то, ни сё, ни третье, ни десятое. Вот. И суть в том, что... Чему всё это было-то? Да, вот, то есть, в книге я подробно описал, как это выглядело у меня, и... Ну и, соответственно, каким образом я делал свои какие-то первые задания и упражнения, как я подходил к девчонкам, как я ходил по набережной, собирал эти приветы, хотя для меня было просто нереально тяжело даже просто там ходить, потому что там были люди и, как бы, было светло и день. Вот. Как-то так. Как-то так. Короче, старая добрая камергерка. Ну, может, не добрая, может, не старая. Здесь, как обычно... Бля, Санёк, поснимай там чего-нибудь, сейчас я Диману отвечу. Она уже в приществе. Да, Диман. Алёк. 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 А! Двух нормальных красивых девчонок, вот, как бы, сегодня нам Бог не послал, походу. Чего там не послал в ласте? Говори, что ты там. Короче, тема такая, что, на самом деле, тёлок много. То есть вы про это сейчас говорили, да? Да, да, пойдём. Я говорил, да. Прикол в том, что они все... С ней. С ней, с камерами... Они все, по сути дела, одинаковые. И вот иногда бывает просто, ну, ВПС или устаешь или что-то… Я вот иду, и меня на них вообще полкнет. Кроме для меня вот эти все вот… Это вам пиздит постоянно. Пьющие, не-не-не, купастые, потребительские, вот эти вот, как мы сейчас встретили знакомую Санька, которая говорила Я нацелилась на? Я нацелилась, ты снимаешь, Саня, свой весон, блядь А как я должен снимать? Вот стоялось Она говорит, я нацелилась на ауди И поэтому она не работает, ничего ей делать Она при этом, да, не работает, не вся хуйня, но она нацелилась, да То есть вот, вот эта вот потребительская ебала, которая вот, как бы, барбатила Москву, она меня... Блядь, да красиво Арбат смотрится отсюда, да? Она меня, короче, прям вот иногда бесит А вот эта музыка, она напомнила про Питер Мы ждем Стасика Уже два часа Стасика Вот, смотрите, какая там, типа красота, вот там дальше виден Арбат Вот, а самое еще, короче, прикоснуться, когда я сейчас встречаю всяких там пикапщиков А их здесь реально намного больше, чем самих там женщин, не знаю, и девушек Они все подходят, ну, кто знакомый там, кто-то какие-то, говорит, Вован Че, блядь, вышел в поля? Вован, че, пикапишь? Ну, че там? Мы пикапим У нас чувак на тренировке, как бы, с нами ходит Он тоже, мы с тренировки с Диманом одеваемся, он меня знает Идем, идем Он говорит, ну че, Ваня? Да, вот он сказал, типа, по девочкам лечит Ну, короче, вот что-то такое То есть, вот, тихонь звонит Как бы слишком в том, что, ну, жизнь не состоит только из этого Иногда Шамшурин, как ни странно, просто выходит, просто погулять, не знаю, сожрать какую-нибудь булку Тем более завтра у меня групповой, поэтому надо будет пораньше лечь спать Вот А еще, как бы, один момент, что у меня есть Юлечка Ну, как бы, как-то так Тренировочки Вот По-прежнему кашля Очень классно позанимались, да, потому что, когда Вот сюда ехали утром, ну, вы видели наши Будем называть это словом лица Сейчас у нас такие же Не, на самом деле, очень сильно взбодрились после утренней тренировки, прям, зашибись Прям кайфушечки, да? Кайфушечки, вот, а покажи свой модный шейкер Модный шейкер Модный шейкер, который мне подарила Юлечка Юлечка, да Спасибо Юлечке еще раз Че делать будем? Время сейчас пойдем Потом я пойду за футболочку в Найк Надо пожрать А потом у меня встреча с маркетологом Это как раз на Новослободской, Володенькая А, на Новослободской? Да Ты, да UFC, UFC Просил, чтоб я показал Конор Макгравер Вообще погода клевая Не знаю, как мы зимой будем сюда ходить Выходить и бегом охуевать в тачку Че сказать-то? Короче, сказать нечего, после тренировки вообще словарный запас отсутствует Поедем жрать Да, Эльбовик? Да Смотри, короче Сейчас работаем с клиентом И Да ты не бегай, Диман Вот так, тема такая, смотри Значит, пойдем потихоньку, чтобы его не потерять Мы сейчас заговорили о привычке О том, что там ко всему привыкаешь И это на самом деле такая зловещая хуйня То есть о чем я? Я тут вспомнил, что у меня когда-то сгорел чайник На старой квартире электрочайник И как бы я, ну там, истинный мужик, да, я же могу, не знаю, чайник сделать там, своими руками, как говорится Я сделал, вместо чайника взял кастрюлю просто обычно, в ней начал кипятить чайник Скупирование несколько дней меня жестко обламывало, потому что я думал, чайку бы, блин, это, короче, опять наливать, кипятить Ну, то есть сначала понимаешь, что какая-то задница Хотя можно было заказать в интернете, можно было поехать куда-то там, не знаю, в Ашан, да куда угодно купить Но у меня тупо не было времени И прикол в том, что, блин, потом только замечаю, что я полгода этим чайником, вернее этой кастрюле разогревал свой чай И самое прикольное, что я считал, что это нормально, то есть я настолько к этому привык Ну, мужчинам свойственно быть каким-то аскетичными Это, знаешь, с чего все началось, то что у меня дома уже вторую неделю нет средств для моих тебя посуды, туалетной бумаги А, и зубной пасты, сука И самое интересное, что иногда удивляешься, сколько можно выдавить при желании из пустого тюбика зубной пасты Применяя какие-то суперприемы, в тиски его зажимая Ну, короче, прикол, сейчас Юлька звонит, говорит, да-да А тебе, говорит, ну, надо это купить, или ты уже купил? Я понимаю, что я уже две недели пальцы на жопу вытираю Вот, это тоже привычка И самое интересное, что первый день, когда ты понимаешь, что вытереть жопу нечем Ну, образно говоря, нечем почистить зубы, это нормально А потом ты понимаешь, думаешь, ну, ладно И, как бы, в чем мораль всей этой басни? То есть, мораль в том, что то же самое у вас происходит с девушками зачастую И по работе, то есть, например, там, уволились с какой-то нормальной работы Первое время устроился за двадцатку на какую-то другую работу Ну, или на ту, в которой платят в три раза меньше Ты думаешь, жопу, вообще не могу, пусть надо что-то менять Потом раз месяц, два месяца И в какой-то момент ты начинаешь ловить себя на высоту, что ты реально к этому привыкаешь Что тебе эта херь стала комфортной Несмотря на то, что она плохая, но она комфортная Именно поэтому, ну, общая масса людей, она не богата У них нет выбора с девушками и так далее То есть, вот какие-то единицы выбираются на самые верха везде и в спорте и в бизнесе и с девушками и так далее Потому что, то есть, все эти люди привыкли, несмотря на то, что им живется херово Для них это вопрос привычки Поэтому, я тебе рекомендую, прям, внимательно, прям, присмотрись к своим привычкам, и они не всегда хорошие И то есть, если тебе привычно жить с мамой в 32 года, я знаю, вернее, если ты увидишь, Серега, ты знаешь, что я говорю о тебе Это не значит, что это правильно, да, и самое стремное, что иногда вот из этого привычно, вообще сложно выйти Оно затягивает настолько, настолько становится там, сука, комфортно, блин, что ты не можешь еще с этим сделать, как-то так Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым Не забудь посмотреть предыдущие выпуски Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok